Журналистская смена в городском лагере при санатории и профилактории завершилась ярко, радостными криками, песнями и конкурсами. Воспитанники лагеря учились быть настоящими журналистами и фотокорреспондентами. У этих ребят задорой веселье не занимать. Они мигом поставили всю площадь возле Дворца культуры современник, как говорится, на уши. От желающих поучаствовать в конкурсах и получить вкусное мороженое отбоя не было. В течение месяца ребята учились писать заметки, новостные статьи, собирали информации об учреждениях культуры, спорта и дополнительного образования. Итогом их творчества стал выпущенный буклет с информацией о 13 учреждениях и одна общая газета. Приятно то, что сегодня они помимо этого буклета получили еще альбом и ручку и уже начали в этом альбоме делать какие-то записи, как журналисты. Ну и в буклете отмечается уже тот кружок, ту секцию, в которой они запишутся в новом учебном году. Вот это, наверное, самое замечательное, что эту информацию они еще и принесут и в свои школы. Как признались нам дети, отдыхать в лагере при городском санатории и профилактории им очень понравилось. И если в следующем году будет опять такая же смена, то они обязательно постараются в нее попасть. Я открыла для себя новые кружки, новые секции, в которые хочу ходить. Открыла для себя, чтобы играть со всеми открыла, чтобы везде ходить, со всеми друзьями, чтобы ездить и отдыхать с родителями. Мы ходили в Дом пионеров и мне понравился там один кружок театральный. Мы там играли в разные игры. У нас смена называлась «Маленькие звезды». Мы посещали разные секции. У нас и так на территории лагеря проходили разные конкурсы. Например, как стартин. Каждый отряд должен представить свой танец. Впереди еще целый месяц летних каникул и ребят ждет еще много веселых приключений. Но эта журналистская смена наверняка запомнится детям надолго. Они узнали много нового и интересного. Возможно, кого-то из них через несколько лет мы увидим в числе профессиональных корреспондентов, городских или региональных СМИ. Дмитрий Балясников, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».